Всем привет, народ! С вами Алексей Механик. Всем привет, ребят! У нас сегодня этот... КРМП. КРМП, да. На сервере Radmir Roleplay мы играем на четвертом сервере. Ссылка на сервер находится в описании. Также там есть все ссылки, чтобы начать играть вместе с нами. Плюс есть наши ники, которые можно указать при регистрации. Вам за это капнет бонус. Денежка. И нам тоже. Да, также там есть еще и бонусный код, промокод. Только ворота закроешь? Да, конечно. О, у меня, кстати, заправленный, прикинь. А у меня, кстати, надо проверить. 73 литра. А у меня 71 литра. Я думаю, мне хватит. Хватит, конечно. Ребят, сегодня мы будем продавать вот эти тачки, потому что, ну, как видите, их аналоги есть. И мы попробуем выбрать что-нибудь... Даже не аналоги, а такие же есть. Ну, я... Ну, да. Образно говоря, копии этих машин у нас уже есть. Ну, и типа это не особо интересно. Мы решили, чтобы тачки у нас несколько отличались. Да, мы сейчас купим именно те, на которые там Михалыч захочет кататься или я. Да, мы уже купили такие. Это был эскалейт из семерок. Да, главное, чтобы бюджета хватало. Короче, ребят, у нас на самом деле немного кризис в банде, поэтому, скорее всего, в следующей серии мы попробуем что-нибудь промутить, чтобы добыть немножечко денег. Ну, не знаю, там, на пять тысяч лоха кинуть или что-нибудь такое. Ну, как обычно мы делаем. Так что ставьте лайки, если вам эта тема нравится. Да. Слушай, гелик нормально едет, но я, в принципе, могу поддать жару и обогнать тебя. Но я не делаю этого. Потому что я дороги не знаю. Сейчас опять буду плутать, как в тот раз с подписчиком, когда катался на угнанном УАЗе. Кстати, пацаны, у кого я угнал УАЗ, простите меня. Потому что мне один парень написал в комментариях, блин, мне так как-то печально стало. Он говорит, зачем ты угнал мой УАЗик? Он был куплен на последние деньги. Я такой думаю, вот это я сволочь, блин. Ах, ты ж сволочь. Да, но в принципе я не сильно расстроился. Надеюсь, ты тоже, братан. Он все равно не вернется, правильно, если вы угнали? Его навсегда угоняют. Я не знаю. У меня ничего не угоняли. Блять, хейтеры ломятся в дверь. Ты слышишь, как ломятся? У которого УАЗик угнал. Чуланец. Ихеречи, сломают на дверь мою, железную выбьют. Сука. Пидорасы, блять. Зачем они это делают? Совести нет. Ну вообще, главное, когда мы просто с тобой сидели, болтали. Во-во-во, ты что делаешь? А, что тут не заедет? Я думал, это пониже бордюр. Ёпта. Не надо. Пожалуйста. Сука, нет. Блять. Так, ну что, мы вроде едем, пока соседи затихли. Ага, что такое снова? Ну пока они только стучат, этим надо наслаждаться. Похоже, нет? Очень. Ну тут на самом деле настолько громко и настолько резонирует, что у меня аж это в ушах звенит уже от этого звенения. Но я надеюсь, что это скоро закончится когда-нибудь. Буду собирать это, короче, на отдельный дом, чтобы там работать. Донат. Записывать. Да, буду, ну, собирать донат, чтобы построить дом. Какую-то собачью будку с интернетом, чтобы комп туда поставить. Где-нибудь на отдельном клочке земли, чтобы никто рядом вообще не строился. Чтобы людей вообще рядом не было. Да, остров. Да мне кажется, даже на острове, знаешь, какая-нибудь птица прилетит и начнет стучать по ебучему дереву какого-нибудь. Дятел какой-нибудь прилетит. Так. Или эти какие-нибудь жучки, которые там древесину едят. Ооо. Начнут там. Шуршать начнут. Да. Так, мы почти уже приехали. Да, кстати, достаточно далеко ехать приходится, чтобы продать машину. Это, ну, на самом деле, стремновато, если честно. Да. Ну, хотя бы не только на руки, да? А то, если бы только на руки, то была бы жесть. В смысле на руки? Ну, многие спрашивают, типа, а что там не продаете кому-то. Так это должен продавать. А, ну да, согласен. Но это пришлось бы на вторую... А, кстати, их можно продать же вот так на авторынке? Ну, да. Ну, понятное дело, что дороже можно, но это долго. Согласен. Это и мало ли кто-нибудь приедет и на эвакуаторе ее увезет. Да. Как делаем мы иногда. Ой. Простите, не дотерпел. Выбылась наружу все. Я не могу больше молчать. Не держи, почти. Я не держу, как слышишь. Все выплескиваю. Так, ну что, продавай. Я полетел тогда отсюда. Ешку продал. Ешку продал. Подожди, но мне лучше в банк залететь, походу. За деньгами? Потому что у меня, походу, все деньги в банке. Ну, я говорю, за деньгами залететь? Угу. Да, почему нет? Залетай. Или в банкомат, наверное, да? Ну, я не знаю, где ты сможешь снять бабки. Если сможешь в банкомате, то пожалуйста. Милости просим, как говорится. Так. Сейчас проверим. А вот, правда, я не знаю, за наличку можно покупать или как. О, Господи. Ого, слушай, так у меня какой кризис. Мужик, че? У меня там 36 камок. И че тут... О! Я ж заблудился, куда лететь. Так, стоп. Наверное, знаешь, что еще надо? Боже. Это надолго, это хреново. Нужно еще заплатить за хат у нас, в принципе, случайно. Ну... Плати. Так. Подожди, а где автосалон-то? Вот здесь наша база. Автосалон куда-то сюда дальше. А рядом с базой где-то он... А, вот он. Так, заплатить за дом. О, 20 дней. Ни хрена себе, сколько по бабкам. Сколько? Столько средств. Но это не так много, на самом деле. О, Боже. Так, я лечу в автосалон. А может, телепортируется, я уже там. Да, я уже лечу. Ну, ладно. То есть, бабки есть, да? Ты говоришь? Да. Ну, правда, не на Rolls-Royce, конечно же. Я столько не снимал. А сколько ты снял? Ну, какой вообще, какой бюджет? У меня на счету... В смысле? Ты просто сказал, что есть 36. Мне как бы... Блин. Ого. Че? Обратно лететь. А че такое? Я не прочитал сообщение, снимал. У меня, короче, на руках 7 лямов. Я снимал 10. А вот мне сейчас пишет... В этом, в банкомате, недостаточно средств. Я только заметил. Прикидываешь? Ну, это, конечно, печаль, беда, на самом деле. Так, ну че... 3000 вход в банк-то пошли вы... В жопу. Да ты поснимай по другим банкоматам, может, где-то рядышком. Может, найдешь. Я уже в банк вошел. Так. Получается, мы можем выбирать машину не только прямо вот как именно для банды мы бы купили, а именно вот для личных, так сказать, да? Для себя любимых. Но бюджет на хавальник это 17 лямов поделить на 2. Это сколько? Это 8... 8 салона миллионов на рыло. О! То есть, Майбах или Бугадь... Ну, Бентли... Бентли уже можно себе позволить. Бентли можно позволить. Что еще? Газель. Гелик можно купить. Так, ну ешка есть. Да. Роллс-Ройс не хочу и не должен. Авинтадор. Ого. Ну, тоже нет денег на него. Майбах у тебя был, да? М5 есть. О, Р8 есть. Ну, кстати, Р8 в бюджете. Крузак в бюджете. Даже Escalade в бюджете. Ай-8? Ай-8 почему? По 8, ты сказал, 500. Или по 7, 500? А, точно. Да-да-да. По 8, 500. Камары есть. Слушай, а я на Тезрайв сгоняю на Ай-8. Посмотрю, как она ездит. Ох ты, блядь. Это Ай-8, наверное? Да. Ты слышишь, какой выхлоп у нее? Прям ебашит по ушам нормально так. Выхлоп хороший. Акропович, наверное. Наверное, да. Подожди, она же электрическая. Какой Акропович? Это из динамиков у нее пердит так. Сабвуфер плохой. Даже на вайпер хватает. Слушай, Ай-8 очень быстрая. 289. Прикинь. 289. Она крутая, кстати. Так, а М5 сколько едет? Задний привод на ней чисто. Я бы даже микрофон отключал, чтобы не было слышно. Но, к сожалению, у меня нет такой кнопки на нем. Ну, я постараюсь жестко нарезать это видео, чтобы ребята почти не слышали этого пиздеца. Мне тоже придется жестко нарезать. Или жестко тебя тише сделать. Меня вообще можешь вывезти. Ты все равно свой звук отдельно пишешь. Так, ну, Ай-8 очень быстрая. Сейчас я Бентли проверяю. Так, ну, Ай-5 это такое. Р-8. Что может Р-8? Бентли, что-то, гомно какое-то. Р-8 нормально, мне кажется. Ну, Бентли, короче, ни о чем. Ну, типа статусная, но не более. Так, ну, Ай-8 едет. Что, все, становится 4 и все? Серьезно? Да, ну. А М4 ты смотрел? М4 не смотрел. Блин, вот М4 должна по сути ехать не плохо. На, восьмая красивая, но она не едет нифига. Офигеть. Задний привод, короче. М-ка, 404 номер. Так, круза. Камар сколько едет, мне интересно. Камар, мне кажется, будет валить как дурной. А там же Вайпер еще есть. Вот Вайпер, наверное, тоже будет валить нормально. Короче, М4 неплохо едет. 264, 268. Помедленнее Ай-8, но очень, очень достойно едет. Так, ну Камар уже 215 выпит. Нет, у Камара 215 это максималка. Но М4 вообще понравилась машина, интересная. Так, что еще есть у нас здесь? А М4 сколько ехала? 260 с чем-то. То есть больше, чем пятерка. Ну я не ездил на пятерку. Так, я Вайпер проверяю. А ГТР сколько едет? Ну пока из всех... О, ГТР вообще не поворачивает, он какой-то неуправляемый. Мне кажется, из всех пока Ай-8 самая быстрая, самая поворачиваемая, самая такая интересная. Да, ну. ГТР лупит так, что повороты не вписывались. Сколько? У него скорость скачет 275, 276, 273. Надо туда-сюда, туда-сюда. Слушай, я... Ну короче, Вайпер говно, 228 у меня скорость. Я предлагаю вот, что сделалось. Так, мне принудительно вернули в салон. Меня нет. Предлагаю взять Ай-8 и ГТР. Чё думаешь? Подожди, ты чё, за меня выбираешь, что ли? Не, ну я за тебя не могу выбрать, но просто предложил тебе. Ну короче, я Ай-8 думаю. Она прям... Выглядит не очень, но едет очень здорово. А сейчас на Вайпер сколько едет? 220. Говно. Так, я ещё раз на Ай-8 прокачусь. М4 очень понравилась машина. Попробуй М4. Сейчас. Она дешёвая и она реально едет. Нифига дешёвая, 4 ляма. Ну относительно, блин. У тебя из-за этого шума у тебя же микрофон просаживается в громкости. Да? Ага. Но это видимо скайп ещё убавляет дополнительно. Ох, нихрена себе у неё разгон дикий. У кого? М4? Ага. Хорошо валит. Да. А Камара ты проверял, да? Да, Камара слабенькая. А Порш Бокстер кто-нибудь проверял? Я проверял, слабенький там 165 или что-то такое. Всё понял, вышел сразу. Только сел и сразу вышел. Проезжай на который, я просто ради интереса. А сколько мне денег вообще? Блин, а я тогда это, Ла Феррари проверю. Ну так, чисто, ну для спортивного. Как на нём ездишь. Чё? Он турной какой-то. Меня в повороте боком херачило. Ну чё-то Ла Феррари мне не особо воткнуло. Короче, я успел 300 разогнаться и дальше меня выкинули из тест-драйва. Я 315 разогнался и разбил машину и чуть не сдох. Меня сейчас вот поставили возле гаража уже на побитой тачке. 315 Ла Феррари едет. Ну, это не максимум, явно может больше. На Вентадор я успел только 300 разогнать и меня занесло. Так, сейчас можете спорить разогнаться ещё раз. Блин, это жесть как он валит. А 750-я у нас есть, да? Да. А Роллс-Ройс едет вообще нет? Слушай, уже 300 не едет, а Вентадор. Чё-то он странный какой-то. Роллс-Ройс так говно. И Майбах тоже не едет. А в 12. Ну, я не пробовал. Давай попробуем. Первый на это. О-о-о. У неё поворачиваемость плохая какая-то. Тут на газели. Ну, наверное, походу за счёт полного привода. Ну, слабенько по сравнению с Ла Феррари. Очень слабенько. Знаю, в общем-то... 193. Да. За такие бабки. Нет. Короче, ну, цена-качество это М4 и АИ-8. А Р-8-ю ты проверял, да? Р-8-ю, да. Чё, тоже не едет? АИ-8-я? Угу. Ну, АИ-8-я классная и М4 классная. По сути, так вот больше выбрать нечего. Так, что мы тебе покупаем? Ну, если есть бюджет, то АИ-8, конечно же. Мы за новые технологии. А цвет? Так а какая разница? Он же всё равно поменяется. Будет розовый или какой-то. Ну, ладно. Какой у нас цвет? Грязно-красный. Блин, а ничего, что я почему-то лежу перед салоном? Встань. Не могу. А ты видишь, что я лежу? Удачно стоит. Ты видишь? Я жигу. А, во, есть. Не, не вижу. А это чё такое? Ты вот эту купил? Да. А как на... Я не могу на ней ездить. Подожди, я пассажиром сяду. Подожди, а чё не могу? Не могу. Она твоя, пока что. Так, это, походу, Агант я написал. Там как-то через слэш, по-моему. Понятно, садись за руль. Это говно. Да я думаю, что у меня получится? Нет, я не могу сейчас. В смысле? Можно открытая. О, всё, всё, сажусь. О! Ключ не вставлен. Заведи её. Да, чтоб тебя. Вставить тебе ещё можно. Не, не мне. Завёл? Нет. Сам заведёшь. Ты вставил ключ? Да. А так можно? Сесть не можешь. О! Блин, а ты красивый взял. Ой, вообще вид, смотри, какой у неё прямо жирный. У моей или у твоей? У моей и у твоей. Мы прям BMW пати, да, у нас, смотри? Только жигуль там на фоне мишки. Ой! Да ёпо 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 ёпо! Чё делаешь ты? Нахер ты так делал? Я хочу сделать красиво. Ну-ка, подсвети на меня. Куда ты там уехал? Цвети мне вбок. Во! Я тебя научу. Всё, поехали. Мне кажется, тебе надо было выйти и осмотреть машину. И так нормально. Пролететь. Блин, нифига ёж заносит сейчас. На тест-драйве, кстати, она лучше ехала, чем сейчас. Это обмануло? А у меня, по-моему, она быстрее ехала, чем сейчас. Бляха-бляха. Там, походу, присадки какие-то были. Там этот был, как он называет, супротек залит. Ну реально сейчас хуже едет, чем с автосалона. Этот, ну это максимум, что ты едешь? Нет, ещё разгоняюсь. Ну, мне страшно разгоняться. Теперь максимум. Я боком весь поворот почти прошёл. Опа, и в дерево ушатался. Подожди, а мы не проехали ли базу? Проехали ли. Просто мы настолько быстро едем, что... Я не успеваю даже следить за тем, что там происходит рядом. Опа, по-мастерски как заехал. Правда, бампер задний отбил. Не, мне нравится тачка, она прям дикая вообще. Подрывает. Вообще нереально. Букан. Опа. На 5, я думаю, пацаны оценят. Какая М5? ТМ5 что ли взял? А ты че не делал, что я взял? Я думал, ты М4 взял. Ты же сказал, М5 не едет. 250, я говорил, едет. Так, паркуйся, мне нужно её припарковать. Так. Гангкар. Да. Гангкар. Парковать. М5. Припарковать. Ты смотри, когда серия подходит к концу, перестали шуметь. Хе-хе-хе. Это же за ты. Это же за, блин. Так. Гангкар. О, нет. Ну, кстати, посмотри, она неплохо выглядит в этом цвете. Интересно, я ещё фары зажег. Всё. Всё. Готово. Итого, что мы имеем? Два Мерседеса, две БМВ, три БМВ. Три БМВ и Кадиллак. Может, мы семёрку тоже поменяем на что-нибудь? Американская. Семёрка нормально едет. Мне нравится вообще семёрка. Получается... У нас представительского просто ничего нет. А нам нужно? Ну, да. Мы типа там сядем, такие аккуратненько там все дела. На заднее сидение оба сядем? Да вот, Скалейт, представитель, не некуда. Ну, не знаю. Мы придумаем. Ну, чё? Я думаю, что на этом будем заканчивать. Да, на этом серия наша подходит к концу. Ребят, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Если не понравилось, то тоже ставьте. Мы старались для вас. Пишите комментарии. Пишите, может быть, что нам нужно было купить, по вашему мнению. Ну, как обычно. Вот. И играйте вместе с нами. Чтобы вы купили за наш день. Да, чтобы вы купили на нашем месте. И играйте вместе с нами. Все ссылочки в описании. Подписывайтесь на канал. А с вами был Механика Алекс. И всем пока. Пока-пока, ребят.